Здравствуйте! С вами новый выпуск программы «День города» и Марина Комиссарова. Сегодня мы расскажем о самых главных темах, которые обсуждаются в городе. Запрещенная стройка. Снова градозащитники бьют тревогу по поводу охранной зоны вокруг Свято-Троицкого монастыря. Служба, которая опасна и трудна. Следственный комитет Рязанской области подводит итоги работы за текущий год. Готов к труду и обороне. Зачем рязанцам стоит задавать нормы ГТО? 12 сентября региональных СМИ появилась информация о том, что мэр города Олег Булеков написал заявление о своей отставке. Правда это или нет, пока неизвестно. Интернет на перебой сообщает о том, что мэр уйдет с должности со дня на день. А официальные источники отказываются комментировать этот вопрос. Тем не менее, интересно было бы узнать, как изменилась Рязань с конца 2014 года по сей день. Перенесемся в прошлое. 2014 год, среда, 17 декабря. На должность главы администрации Рязани назначен Олег Булеков. Его выбрала Градская дума по итогам тайного голосования. И с тех пор жизнь в Рязани изменилась. Начать стоит с того, что на каждом субботнике мэр города точно присутствует с лопатой или граблями в руках. Да к тому же, на кулинарных фестивалях он радует рязанцев блюдами собственного приготовления. В начале 2015 года Олег Булеков поручил провести массовый ямочный ремонт в Рязани. Также он ввел контроль за состоянием дворовых территорий. Два года подряд проверяет готовность детских лагерей к сезону отдыха. К тому же, в 2015 году было поручено проверить все рязанские переходы на соответствие ГОСТам. Усилен контроль за кладбищами и закрыты подвалы и крыши в рязанских домах. Был подписан договор о сотрудничестве Рязани и итальянского города Генуя. За почти три года Олег Булеков поднялся в списке мэров с 55-го места до 24-го. По неофициальной информации, вице-мэром города Рязани станет Сергей Карабасов. Он займет должность временно исполняющего обязанности. Сейчас он министр природопользования Рязанской области. Стоит упомянуть, что с 2012 по 2013 год Сергей Карабасов занимал должность префекта железнодорожного района города Рязани. Говорить что-то о его свершениях пока рано. Да к тому же и информация о смене мэра города на момент выхода репортажа не подтверждена ни одним официальным источником. Тем не менее, оценить и подвести итоги работы почти за три года тоже важно и нужно. К тому же, как говорил Олег Булеков, всю жизнь нужно учиться и всю жизнь нужно работать. Причем все, что в этой жизни делаете, вы сначала должны делать для общества, а потом для себя. Поверьте, отдавать себя обществу намного приятнее, нежели получать. Своё десятилетие празднует в этом году Следственное управление Следственного комитета России по Рязанской области. В связи с этой датой пройдет множество мероприятий, приуроченных к юбилею. В их череде первым стало заседание по итогам работы за текущий период 2017 года. История Следственного комитета ведет начало со времен Петра I, когда был издан указ об учреждении следственных канцелярий. С тех пор на страже спокойствия граждан стоят люди с особыми личностными качествами. Интеллект, ответственность, щепетильность, усердие, хладнокровие и выдержка. Следователи – профессия, благодаря которой преступники, злоумышленники и мошенники не остаются в стороне от наказания. Профессия сложная и необходима сила воли, чтобы ежедневно выдерживать такой труд. Как правило, следователи – это молодые ребята до 30 лет. И дальнейшая их судьба, к сожалению, редкие случаи, когда дорабатывают до пенсии, будучи следователями, как правило, идут или на повышение, или же увольняются, не выдерживая на русский. Я просто хочу провести пример опять-таки из истории. Мы хотим сегодня издать книгу об истории следствия Рязанской области. Даже обратились к журналисту, известному журналисту, который помогает нам в этой работе, взяв за основу архивные материалы. Если раньше следственные и прокурорские органы были единой структурой, то 10 лет назад Следственный комитет Рязанской области стал существовать как отдельная структура. Подводя итоги работы, выступающие на заседании отметили не только те достижения в работе следствия, но и проблемы, которые существуют в стране. Между тем, несмотря на трудности и невзгоды, ежедневно в каждом районе в своих кабинетах следователи трудятся во имя справедливости и порядка. Марина Комиссарова, Игорь Глотов. Телекомпания «Город». Зеленая зона в районе Московского шоссе в этом году подверглась опасности на территории. Возле Троицкого монастыря вот-вот должен был появиться торгово-развлекательный центр. Строительство запретили, зеленую зону перевели в статус лесопарка, но некое строительство между тем все же началось. О непростой судьбе этого уникального места наша телекомпания рассказывала не раз. Святый Троицкий монастырь, древнейший некрополь и важная историческая точка. Не заметен даже, если находиться в непосредственной близости от него. Не каждый рязанец знает о существовании этого чудесного уголка прямо рядом с Московским шоссе. Между тем, не раз говорилось о том, что монастырь мог бы стать очередной туристической изюминкой, тем более, что рядом расположена огромная зеленая зона в 19 гектар. Борьба за сохранность зеленой зоны началась в этом году. Экологи забили тревогу в мае, когда выяснилось, что территорию в 19 гектар на Московском шоссе отдали в аренду с разрешенным видом использования земельного участка для строительства торгово-развлекательного центра. Между тем, вся эта площадь сегодня занята прекрасными дубами. Рязанский Свято-Троицкий монастырь является одним из древнейших на нашей земле. По преданию, в нем останавливался в 1386 году преподобный Сергий Радонежский. Поэтому это уникальное место, очень древнее, которое охраняется государством. Это памятник истории и культуры. Вокруг монастыря находятся, помимо самой территории, еще зоны охраны, зоны охраняемого природного ландшафта, в которых предприниматели посягают на эти территории и пытаются монастырь со всех сторон застроить. На старом генплане Рязани дубрава была отнесена к зоне городских лесов. При утверждении нового генплана зеленую дубраву закрасили малиновым цветом и отнесли к зоне застройки деловыми объектами. Вот и вышло, что над зеленым массивом нависла угроза. Между тем, чтобы спасти дубраву, оказалось достаточно всего лишь проявить гражданскую активность. По обращению экологов и градозащитников в генплан внесли новые изменения. Культурное, историческое и археологическое значение монастыря историки и краеведы сопоставляют с Кремлем и даже называют монастырь заповедником. Когда-то на территории находился крупнейший некрополь, но в годы строительства завода памятники просто сравнялись с землей. Вот все, что осталось. Между тем, здесь захоронен Живаго, Трубецкие и знаменитый архитектор, некогда создававший архитектурный центр Москвы Матвей Казаков. Кроме того, есть мнение, что именно здесь Сергий Радонежский примирил князя Олега Рязанского и князя московского Дмитрия, враждовавших за право быть сильнейшим. Помимо того, что на данной территории располагается поздний средневековый комплекс монастырский, здесь имеются остатки поселения, которые мы датируем 9-10 веком, первой волной колонизации славян. Эпоха бронзы, это второе тысячелетие до нашей эры. Та территория, на которой сейчас происходит масштабное строительство в исторической территории Троицкого монастыря, находится в зоне, которая окружала этот ансамбль, окружала древние поселения, и которая может быть принята за исторический природный ландшафт, сформировавшийся в эпоху древности. Архитектура и ансамблевость монастыря не уступает Рязанскому Кремлю полтора десятка объектов. Братский корпус, настоятельский корпус, два храма, колокольня, сторожевые башни, трехъярусная колокольня, от которой остался только один ярус, святые врата. Возле них растет древний дуб, овеянный легендами. И сейчас идет работа по восстановлению былого исторического вида монастырской территории. Но всю эту и так неизвестную в широких массах красоту скоро закроет высотное здание. Работы ведутся, мы стали свидетелями. Несмотря на то, что монастырь расположился практически прямо на московском шоссе, можно сказать, встречает гостей, въезжающих в Рязань со стороны столицы, о реальной красоте и значимости его не догадываются даже большинство жителей Рязани. А ведь когда-то в Устье Павловке на самом краю города, окруженный заливными лугами и дубовой рощей, он красовался и был заметен издалека. Закрытый цехами завода, теперь он под угрозой спрятаться за новой многоэтажкой. И тогда существование маленького окутанного историей и силой местечка будут вспоминать разве что настоящие ценители. Марина Комиссарова, Игорь Глотов. Телекомпания «Город». К сожалению, дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов происходят регулярно. Сотрудники госавтоинспекции и администрации города принимают меры по решению проблемы. Так случилось и с перекрестком на Касимовском шоссе. Подробнее в следующем материале. Один из самых неприятных перекрестков – Кольном. Долгое время светофорт здесь работал только для главной дороги и пешеходов. Водителям, которые поворачивались Кольного на Касимовское шоссе, приходилось непросто. Они выбирали нужный момент, часто пренебрегая правилами дорожного движения. Так, остановка электросеть долгое время была одним из самых опасных мест в Рязани по количеству ДТП. Последнее на данный момент произошло 30 августа. 47-летний водитель, управляя автомобилем «Пежо Боксер», двигаясь по 99 маршруту в направлении улицы Грибоедова, совершил наезд на 16-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход был доставлен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Теперь ситуация кардинально изменилась. Этот перекресток давно был в поле зрения у властей города. Мы приняли решение организовать левый поворот с улицы Кольной на Касимовское шоссе. В этой связи был заключен договор с подрядчиком и работа выполнена. В настоящее время светофор запущен и работает в штатном режиме. И на наш взгляд это приведет к тому, что количество ДТП на этом участке резко сократится. Перекресток на Касимовском шоссе не единственный опасный. И установка светофора на других – это лишь вопрос бюджетных средств и времени. Также в приоритете у администрации города находится автоматизированная система управления дорожным движением. Мы планируем ежегодно в эту систему включать 5-7 перекрестков в городе. В настоящее время 26 перекрестков работают под управлением этой системы. И на этих участках дорог, на магистральных улицах города, количество пробок значительно меньше. Уменьшилось количество ДТП. Светофор на Касимовском шоссе к этой системе пока не подключен и работает в обычном режиме. Но, по словам Владимира Луканцова, в скором времени изменится и это. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». «Готов к труду и обороне» – с этим девизом все чаще сталкиваются рязанцы. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО – полноценная программа и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленные на развитие массового спорта и оздоровление нации. В очередной раз наша съемочная группа побывала на сдаче норм ГТО. Сдача норм ГТО – это проверка всего организма. Умение стрелять и плавать участники покажут в 20-х числах сентября. Огибкость тела, прыгучесть и силу проверили 12 и 13 сентября на стадионе «Химик» в муниципальном центре тестирования ГТО. Николаю Ермолайкину 66 лет. Он принимал участие в движении еще полвека назад. Тогда мужчина выполнил норму первой ступени. Сегодня Николай Пантелеевич вновь в спортивном костюме. Только что он завершил забег на 2 километра. Я думал, что не справлюсь, хотя я ежедневно занимаюсь физической зарядкой. Подтягиваюсь, отжимаюсь, бегаю. Но самая коронка у меня, конечно, лыжи и плавание. Но эти тоже будут, эти виды, попозже. И думаю, что стану хорошим примером для детей школы. Для него норматив прохождения дистанции – 16 минут 30 секунд. Николай Ермолайкин улучшил его почти на треть. Не отстают от взрослого поколения и школьники. Самым юным спортсменам, борющимся за ночёк ГТО, всего 8 лет. Мы хотим всё на золото. Ну, хорошо мы всё делаем. Мы стараемся. У нас пока что всё золото выходит. Здорово. А какие дисциплины вы сдали? Бег, прыжки на длину, отжимания и наклон. Возраст значений не имеет. Маленькие и взрослые устанавливают свои рекорды в борьбе за золотой значок. Павлу Немчикову уже покорилась стометровкой и метание гранаты. Однако самая нелюбимая дисциплина ещё впереди. Я считаю, что самый тяжёлый для меня – это трёшка. Всё-таки здесь требуется выносовость. Я ей как бы меньше времени уделял. Но надеюсь, что эта вершина будет мне подвластна. Я хочу везде быть первым, и я до этого тренировался. Опять же, я чувствую, что золото – это мой металл. С начала года нормы ГТО сдали уже 1225 человек. Из них более 700 получили знаки отличия. Высшую награду с золотой значок вручили 260 участникам. Повторить успех ребят и девушек и проверить свою физическую подготовку может каждый желающий. Для этого стоит обратиться в администрацию спортивного комплекса «Химик». Можно в день фестиваль. То есть инструктора всё-таки внесут, если есть полный пакет документов. Но если это коллективные заявки от школы, от вузов, от СУЗов, от коллективов рабочих, то есть коллективная заявка за три дня до начала фестиваля, она как бы прекращается. Потому что необходимо составить протокол, обработать заявки, внести все виды испытаний. И уже потом, чтобы работать, уже более было проще. Фестивали ГТО проходят каждый месяц, однако желающим стоит поторопиться. С 2018 года правила и нормативы изменятся. Узнать необходимую информацию можно на официальном сайте системы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Жизнь без компьютера сегодня представить трудно. Исключить работу с ПК невозможно ни в одной сфере. Для каждого вида человеческой деятельности существуют свои программы, упрощающие процесс труда и облегчающие досуг, обучение, быт. Все эти программы – работа программистов, которые сегодня празднуют свой профессиональный праздник. Ритмичный стук клавиш и щелчки компьютерной мыши. Именно по таким звукам можно точно определить, что у программиста работа кипит вовсю. Чаще всего это труд умственный, ведь профессия связана с разработкой компьютерных программ. В настоящее время в этой отрасли работает большое число людей, занятых созданием процессоров, многочисленных электронных устройств и программного обеспечения компьютеров. Но говорить о разработке пока рано. Сейчас студенты только постигают азы мастерства. Для преподавателей работа тоже непростая. Почти каждый год вся информация полностью меняется. В настоящее время, как мы понимаем, все развивается очень быстро. В течение срока обучения ребята только начинают учиться. И то, что мы даем на четвертом курсе, они через 3-4 года подходят к этим дисциплинам, они обновляются полностью. Никита Тярт с детства увлекается всем, что связано с информатикой. Поэтому сомнений с выбором будущей специальности не было. Я решил, что стал программистом еще где-то в классе восьмом. Соответственно, после этого стал готовиться к этому. Наряду с юношами профессию программиста постигают и девушки. К нам преподают очень различные дисциплины, разные языки. То есть мы выйдем отсюда многопрофильными специалистами. И каждый может дальше уже углубиться в ту область, которая ему наиболее показалась интересной. Слова Ольги подтверждает и декан факультета. Рынок труда по нашему направлению, он очень сейчас широкий, очень востребован. И ребята очень хорошо устраиваются, получают хорошую зарплату, занимаются любимым делом. Дата праздника выбрана не случайно. 13 сентября – это 256-й день в году. К тому же именно столько различных чисел может быть представлено с помощью одного байта, состоящего из 8 битов. И в профессиональный праздник хочется пожелать, чтобы программы всегда компилировались удачно, а в кодах, с которыми вы работаете, не забывали проставлять комментарии. С праздником! Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Рязанская филармония готовится к открытию нового предюбилейного сезона. Изменения коснулись как внутреннего убранства, так и музыкальной программы. О том, что ждет зрителей, расскажет Галина Ершова. Два новых музыкальных инструмента приобрела Рязанская филармония. Среди них редкий и сложнейший в изготовлении контрфагот. Инструмент купленный, уже приехал в Россию, в течение месяца его передадут в оркестр, а также проведут презентацию для зрителей. Официальное же открытие 79-го предюбилейного концертного сезона состоится 22 сентября. Он запомнится великими фортепианными оркестрами. Это проект, ну, можно громко сказать, на десятилетие. Если каждый год играть по 3-4 известных фортепианных концерта, это наберется на почти 10 лет, может быть, даже больше. Поэтому это такой долгий, как будто на долгую перспективу абонемент. И я думаю, что он очень понравится, приобретается нашей публике. Звуки Моцарта, Шнитке, Шопена прозвучат в исполнении лучших современных пианистов. Среди них Динар Клинтон и Андрей Коробейников. Приедут в Рязани несколько именитых дирижеров, готовых предложить свое прочтение нестареющей классики. В этом году мы не привязываемся к каким-то монографическим направлениям. Мы будем играть именно красивую музыку разных стилей, разных жанров, от классики до музыки 20 века. Но ее основная отличительная черта этого абонемента – это то, что музыка известная, популярная, классическая. Ценителей фольклорных мотивов ждут в канун дня рождения Сергея Есенина. 27 сентября состоится премьера музыкальной и литературной фантазии «Родился я с песнями». Это совместный проект русского народного хора имени Евгения Попова и театра на Соборной. Получается такой некий тандем, очень интересный и, наверное, неожиданный для нашей публики. Это будет по-другому освещено, освещено именно светом, очень красивым, мы надеемся. Это будут новые декорации. И это будет немножечко другой Есенин. Во время действия хор будет не просто петь, но и играть на сцене, а также исполнит танцевальные номера. Удивит гостей в новом сезоне и само здание филармонии. Ее фасад уже частично сменил розовый цвет на желтый. Также проведены невидимые для зрителей, но важные для артистов изменения. Гримерные помещения не ремонтировались со дня основания филармонии. Наконец-то весь блок репетационных и гримерных помещений у нас приведен в соответствие с нормами, с сегодняшними нормами. И за сцену у нас располагаются гримерные балеты рязанского народного хора. И они получат не только новые помещения, но и новое оборудование для репетационной одежды. В этом году Рязанская филармония провела ребрендинг. Изменились логотипы, фирменный стиль. В ближайшее время в тестовом режиме заработает обновленный сайт. А 4 марта 2018 года филармония отметит юбилей. Ей исполнится 80 лет. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». МЧС предупредила рязанцев об ураганном ветре. Ведомство сообщило об ухудшении погоды с помощью смс-рассылки. Ветер до 20 метров в секунду, гроза и дождь. Ожидаются в Рязанской области в четверг, 14 сентября. Спасатели напомнили, что в такую погоду не стоит находиться рядом с высокими деревьями, рекламными конструкциями и линиями электропередач. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Это случилось! Обвал ипотечных ставок. Квартиры за 5,6% годовых. Только в компании «Зеленый сад». Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Субтитры сделал DimaTorzok